Учеба еще один момент Почему? Я не виноват Мне это самое Нечего было мне подсовывать это Раз передо мной реклама Я нажал горшинка Это я сейчас быстренько вас научу Свободу любить Вот он абрикос Нажал на абрикос Получил вот эти вот самые две картинки Смотрите Запоминайте Тут несколько моментов Очень важно Это все учеба Потому что когда-то у вас свои питомники будут Вот Матвея и Юлия Представил вы мне это И только не успеваю Буквально за час до вас я увидел Поэтому потом покажу вам Волочную вишню мою Растиражировали Продает Питомник свой Вот Замечательно Когда-то свой будет этот сайт Когда-то будет реклама Смотрите Это Вологда Место не самое теплое Когда-то был Вологодский абрикос Он так и звался Вологодский Это была сенсация Потом его извели Напрочь Нету Вологодского абрикоса Нету 20 лет от моей первой публикации Когда я просил Хоть одну фотографию Вологда Сколько Нету Вывели с помощью Дебильной этой технологии Вот То о чем Талдыч Вывели Извели А вот они Вологда Но мне понравилось Я Вот И всех Халтурщиков Уже не мошенники Они честно Признались во всем Это знаете как Явка сповидна Но в надежде Что вы еще Глупее И вы все равно купите С одной стороны Явка сповидна Смотрите На этой голове Ну когда вы видите Вот такие Да Это самая популярная Фотография Из академиков Я даже обижаюсь Мои Идут Вторыми Третьими номерами Не знаю До сих пор чья Я присвоила Около сотни Прудопитомников Так Может 60-80 Я не считал Много Когда я Дальше посмотрел Вашим Это самым И выматерился И увидел Свою фотографию Так Естественно Название Переделал Это моя фотография Она знаменитейшая Невероятно Второе место держит Вот Спасибо Виноградов Научил Спасибо Алексей Если бы не вы Я бы Вот Я сейчас горжусь тем Что бы меня признали Больше 150 Мошеннических сайтов Но из них Самые безобидные Вот это Смотрите Да Фотографию присвоили Фактически украли Переделали название Когда я начал Смотреть У меня Начал съезжать крыша Первое Сеянный Сеянный Начали я подумал Ёлки-палки Я не знаю Такого слова Но чувствую Где-то Сеянцевой Близко Так Или думаю А вдруг Украина У нас Помните Это у нас Допустим Окулировка У них И там Допустим Капулировка А у них Это Колирование Ну То и не то Никогда Сообразит Вот Идут Сеянный Я даже Посмотрел В это Сеянный Сколько Украина Нет такого Слова У русских Нет такого Слова Остается Сеянцевой Тогда Почему Сеянный А во-первых Когда кто-то Создавал каталог Ну Фонографию Надергал Они все С интернета Это 100% Моя 100% И остальные 99% Вот Только пишет Горшинка Ну Сами понимаете На заборе Пишут И тут пишут Сеянный И у меня Возникло Неужели Сеянцев Неужели Впервые Но тогда Как Если это Сеянцевая Это такое Сеянный 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 Опять Сеянный Опять Сеянный Опять Кроме Одного Все Сеянь Вот И я Долго Калибрялся Потом Дай Посмотрю Вашу Кровку Горшинка Волода Телефоны Можно Посмотреть Я Первая Настолько Невероятно Обычно Как пишут С нашего Питомника Выращенный Гранированный Впервые Я увидел Правду То есть Так как Севернее Россия Еще нет Севернее Казахстан Каждый год За 40 Температура Россия Ничего Нет Там Еще Запятая Был Был Россия Ну В общем Получается Что Тысячу Посадят Тысячу Замерзнет Пять тысяч Посадят Пять тысяч Замерзнет Но Честно Сдох Вы Обижайтесь На себя Так Нет Молодцы Ребята Это Не все Еще честнее Ну Тут Я Должен Сделать Вот сейчас Небольшое Замечание Они Каждый раз Когда Это Пишут Им же Надо Заполнять Чем Сайт Они Все Берут С потолка На Дне Полезно Разместить Вещь Опять Огромная Яма Вот Которая Какая Там Это Яма Большая Значит Провалится Опять Гниет Если Сдуру Не Замерзнет То Все Разгниет Вот Семь Сантиметров Яма А Скажите Зачем Нам Слой Дренажа Я Потом Зацепился За Словом Дренаж Ну Вот На Этого Абрикоса Слой У Него Стержневой Корень Почему Вы Ему Не Даете Расти Туда Где Он Должен Напиться Не Просто Воды А Антифриза Чем Глубже Тем Больше Пытательных Это Не Пытательных Тем Больше Минералов Растворенных Соль Это Минеральный Солевой Состав Ну Соль Можно Просто Минеральный Соль Это Тоже Минерал Нахрена Вот Это И Вот Когда Это Один Ну Просто Неграмотый Человек Когда В 19 Веке Когда Написал И Прям Потом Тоже Все Это Пойм Изучать Ну Ладно Тогда Что Сделал Думаю Будут Дальше Смотреть И Залез Знаете Куда Залез Вот Сюда Сейчас Я Покажу Вот Он Интернет Магазин Ваш Горшинка Правильно Ничего Не путают Вот Я Почему Говорю Так Потому Что Я Хочу Чтобы Вы Каждый Раз Когда Нацелились Когда Будет Подсовывать Вот Такие Абрикосы Или Еще Что Помните Там Было Яблоко Размером Футбольный Мяч Помните Реклама Была Ну На одном Из этих Я сам Чуть Не чокнулся Когда Увидел Яблоко Размером Футбольный Мяч Камуфляж Понятно Ну Средина Дураков Все равно Хватает Вот Тогда Для чего Это Смотрите Вот Все Вроде бы Тоже Но Это Может Теперь С этим Работать То Что Было Перефотографировано А это Вот Пожалуйста Узнаете Узнаете Вот Сколько Наваривали Этих Самых С интернета Что Я делаю Смотрите Дальше Я Нажимаю Так А Ну Это Тоже Самое Минуточку Вот Я Делаю Так Я Нажал На Свою Фотографию Так Вот Она Ну И Вы Также Нажимаете И Что Вы Видите Смотрите Ну Враня Есть Враня Ладно Учу Спасибо Гражданин Виноград Товарищ Виноград Так Так Сохранить Перезаблюдить Перевести Так 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 А Нет Вначале Сюда Нажал Во Теперь Поняли Да Найти Это Изображение В Яндексе Вот Запомнили Я Вначале Вот Сюда Нажал То Ну Ладно Уточаться Не буду Вы Уже Поняли И Тут Открывается Жуткая Тайна Смотрим Сюда Во-первых Фотографии Много Самая Похожая Вот Эта Правильно Вот Она Она Теперь Смотрим Сколько Расс Сколько Питомников У Сисова Мои Фотографии Миндаль Бобов Королевский Вот Я Тут Те Только Вот Недать Картинка Пол Самок Из Галяции Морозевский Румяный Сколько Фантазии Ну Правда И Сэрфим Попадает Солько Другого Почему Не я Продаю А Другие Ладно Поехали Это еще Не все Посмотрите Она Похожа Этих 56 Вот А Еще Это Она Нет Она И Это Она И Поверьте Мне И Это Она Потом Через Одну Фаина Моя Поверьте Те, кто предлагал мне крупную партию. Но с Италии саженцы. Вы заметили, уже как? Привитый саженец 200 рублей продает. Как у них так себе стоимость такая? Для них это вырастить саженцы, да еще 200 рублей получить прибыль. И что получается? А второй вопрос, все-таки откуда? С какой стороны? Ответят правду. А пока видите правду. И это еще не все. Сейчас я вам покажу. Инструкция по выращиванию ходу за растениями. Не дай бог! Точно угробит. И еще я хотел одну вещь показать. Эх, память-то подводит. Память-то подводит. Тоже очень нужно знать. Ну, мороз до 30. Честно, молодцы, ребята. Молодцы. Честно пишите. 32 или там. Длительная трезвирация мороз замерзнет. Вот. Так. Жалко-жалко-жалко. Ну, еще хотел один момент. Пошли, когда я друг друга вспомню. Все. Разобрались мы с этими. Так. С этими ребятами. Вот. И пойдем дальше. Ну, это я, чтобы вы запомнили. Это популярно. Ну, первая всегда моя. Я отрогу в арху с этой. Вот. Мошенники, ну, я, ну, это... Благодаря мне, они столько людей обманули. Надо ли этому радоваться. Так. Там было сейчас... Или здесь найду. Найду. И самый важный момент. Почему сены? Ну, сены, это понятно. Они просто неграмотные. Абсолютно неграмотные. Вот. И все-таки я нашел. Вспомнил. Так. Есть... Здорово так. Это надо в институтах проходить. Чтобы потом разошлось по стране. Абрикосы сеянные. Ну, дальше не привиты. Вы уже поняли. Мы реализуем в виде саженца, которые были получены путем посева костика абрикоса. Честно написали. Откровенно. В последующем выращиваем до возраста реализации. Вот. Возникает логичный вопрос. Какие они молодцы. Я так же ждал этого вебинара. Я так хотел восхититься ими. Первый раз этот самый. Знаете, есть такой был. Обаятельная личность Астамбеттера. Помните? Я, говорит, знаю 400 способов отъема денег, которые не распространяются в Уголовный кодекс. Это их можно назвать Астамбеттер. Он же был довольно привлекательный лично. Помните? Возникает вопрос. Сохранять ли сейнице свое сортовое качество? Спасибо, Павел Резун. Ведь, как мы знаем, при посеве семенами нам будет частично утрачено сортовое качество. Конечно, в ситуации с абрикосами определенный риск утраты имеется. Нет, вы бы сказали, они просто нахрен замерзнут. Если много в России питомников видели с абрикосами настоящими. Не будем кривить душой. Вот мне вот это вот буквально. Ну, восхищаюсь. Какие молодцы. Как же производится отбор саженца для реализации в нашем питомнике? Вы в магазине, у вас нет питомника. Если до образования плодов еще далеко, оценить свойства невозможно. Внимание. Это учеба. Во-первых, все сеются на этапе отбора и проходят оценку благодаря себе роста здоровья. Ну, ладно. Мелкие, противные, вы отбраковываете. Допустим. Хотя, это не ваша работа. Ведь, вы же сами сказали, саженцы со всего мира. Так называемые дички изначально будут отличаться сортовых представителей. А мне же еще вопросы. Мы его будем изучать. Меня же вопросы задал. Знаете. Потом по телефону извинялся, что вы там не обижайтесь. Вот. Но вы же высылаете сортовые, а они будут детьми. Это еще продолжим потом разговор. А так совпало. Во-вторых, существует способ оценки культурности по внешним признакам. Эта скорость порастания семян дички дает ростки быстрее. Это неправда. Нестабильность культурных генов, которые проявляются в размере листовой пластинки. Можете разобрать, люди понимают, что такое нестабильность культурных генов. Форма края листовой пластинки. Поверхность листа, толщина листа, цвет коры, многое другое. Вот. Таким образом, оценить сортовую предназначение семянцев, возможно отклонение сорта, можно уже в первые годы его развития, хотя предназначенные риски остаются. Так или иначе, многие садоводы обращаются к нам в поисках саженцев для прививки. То есть, понимаете, что получатся. Мы вам продали садовый, перевожу на нормальный этот. Вот. Допустим, он каким-то чудом не замерз. Ну, серия теплых зим. Наконец, ему пора полудоносить. И вы увидели, на нем непривитом, ну, естественно, вы близко такое не получите. Я специально, видите, как я это сделал, я специально вот это вот, чтобы вы поняли, разве можете, это 100 грамм его плоды. Вот эти. Академики. Настоящий академик. Вот. Вы думаете, он такой же вырастет и семечко? Нет. Тогда что он осталось? Многие садоводы в поисках санкций для прививки. Сеянные прекрасно подходят. Выходят, вы неграмотные. Тут надо быть слово сеянцевые. То есть, получается, если саженец выживет, вы его потом приведете. Вот так. Молодцы. Честнейшая. Честнейшая компания. Просто все-таки Волог, да. Но чем южнее, тем больше в районе. Так. Все-таки Волога. Мне понравилось. Ну, а настоящие саженцы, это забор. Наш Сергей. Питомник. Плодовый саженец, плодовый саженец, мировой стандартов. Вот. Единственное на всю Сибирь плодовое дерево мировых стандартов. Ясно? Вот. Вот. А все это вот для прививки, для прививки. Ну, молодцы, честно. Другое дело, ну, какой человек ставит? А больше как? Вроде мы честные, мы не обманываем. У вас все равно ни хрена не будет. Все сдохнет. Но мы вас не обманывали. Мы вам честно написали, а то, что вы купились, вот единственный обман. Нет у них. Это моя фотография. Это все интернетовские фотографии. Вранье. Вот так вот. А Сергей, почему вы думаете, что ему трудно выросить две-три тысячи саженцев, по тысяче рублей продать, получить два-три миллиона, и начертаем этот магазин? Это из-за вас честных мошенников. У нас никто не покупает. Ясно? Понятно, да? Вот почему. Так. Вдруг у меня получилось. Вот это вот, я не буду ни читать, ни комментировать. Вот. Дело в том, что, ну, прислали мне. Помните, перед этим был вопрос, хотя семечки, косточки съедобные или нет. Вот. Единственное, все съедобные, несладкие. Но я помню, я рассказывал, что именно манжурцевые абрикосы, эти все гибридные, они, по крайней мере, это, якобы можно синий кислотой отравиться, но у моих таких нет. Вот. Вот это по счете. Вдруг кого-то припекет, он выпишет крупную партию у меня костчик. Пока у меня их много. Пока единственный случай был, результат не знаю. Когда у меня покупали именно для этого. для лечения именно в опухоли онкологически. А это просто статья, потом отдельно прощите. Ну вот теперь, ага, полтора часа, ничего себе. Правда полтора? Не полтора. Не полтора. Я пойду наливать себе чаю. Мы позже начали, мы все два сих пор поговорим. Вот. И сейчас будет дальше чистая учеба. я выговорился, потому что обидно дурить нашего брата. Вот дурит. Как ты говорил, ракет, да? Веки ним это, рыцарь, наши опилки. Ну, поняли, чем мы. Сейчас я его навесили чаю. Спасибо. 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 Павел Транценко, автор моих книг, не автор, редактор моих книг, он еще и служит таким связным между мной и крупным сайтом посадоводческим. И оттуда мне присылают вопрос, он присылает мне вопрос. Зачем делают дереву штамп? Что плохого в том, что плоды на дерево будут от низа и до верха? Железа утверждает, что нижние ветки якобы кормят корни и их удалять нельзя. И что нижние ветки защищают дерево от сильных ветров, делая их более устойчивым. Фух, пришлось отвечать все-таки. Сайт крупный, что попало, не напишешь. Первое. Привитая ветка это изначально почка боковой ветки матери. Поэтому генетически у нее нет штампа, быть не может. Вот об этом никто не знает и не знает никто, включая крупнейших авторитетов. Вот подаваешь там, вот это просто удивительно, как можно изувечить дерево, как можно потерять миллионы деревьев только из-за этого. Любуйтесь. Вот это вот, представьте, все это сельмис. Он имеет штамп. Мы его собрались поливать, так нет? Отрезали, а допустим, это привитое дерево, отрезали боковую ветку для прививки. Так. Это вот как он мне в нудные вопросы сдаёт, по-настоящему, я за это заставляю всем рисовать. Чтобы меньше вопроса задавал. Сюда шучу. Вот, смотрим. Итак, внимание. Вот здесь мы отрезаем, вот дерево, вот мы отрезали. И сделали прививку. Так. Взяли вот отсюда, вот отсюда фрагмент. Так. Теперь давайте смотреть. Если у неё в разное время по-разному относились к штампу. Расположено иметь штамп, смотрят в сельницу, а у неё штамп, допустим, 40 сантиметров. Говорят, плевать надо на высоте, там же с разведки же пойдут. Вот, видите, смотрите, вот, самый правый. И вот тогда кто-то придумал. Давайте плевать на высоте 40 сантиметров. И пошла эта цифра гулять по этим. Получается, штамп достался от сельца. Так. А когда возникло это, и дальше пошло, и вроде бы и плевать, и со штампом, и овцы целые, и эти самые, и волки сыты. Хрен-то вам, ребята. Плевать надо у самой земли. Как можно ниже. Технически. То есть, чтобы только вот сюда нож умещался, пальцы. Только так. Тогда получается, штампа нет. И тогда, даже если человек кто-то удачно привил, его заставляют, все это, извиняюсь за выражение, вот это все отрезать, отрезать, отрезать. Я ответил на первый вопрос. У сеянцевых штамп есть, но они умудряются, еще и сеянцевые, когда это, я вам потом покажу, они еще у сеянцевые ветки отрежут. Зачем? А привитые, а они потом падают. Падают, выворачивая корни, или падают, ломаясь просто пополам. Но это обычно уже в старшем возрасте. А привитые, аж со второго года начинают ломаться. Пошли дальше. Поняли, генетически нету, нету у него штампа. И делать штамп, это предательство. Это страшная ошибка. Теперь, ошибка путаницы с сеянцевыми деревьями и отрезаниями нижних скелетных веток привела к массовому выворачиванию больных и искалеченных деревьев и их массовой гибели. Больных и искалеченных. Смотрите, вот эту фотографию мне прислали. Я бы и не додумался сделать. И мне пришло, это самое, позвонила женщина, которая то ли это, то ли такой же тот же снимок сделала. Я о нем рассказывал уже в каком-то вебинаре. А может быть, еще раньше рассказывал. Фильмом до этого было 300 выпущено, до вебинара. 300. Вот, прочитала, вот примерно то же самое. Статью прочитала. Тогда я больше печатался, чем разговаривал. и рванула на дачу. Сердце болело, ехало, прилетело, стою посреди сада и плачу. Родственники все изовечили. Вот это было. Вот это, и вот эта фотография у меня напоминает. Дикость, глупость и предательство натуральное. Вот почему не видят вот эти назад неохота возвращаться вся эта академия. Или вы сами на усилие, или хоть не заступили за людей. Почему я должен заступаться? Вот третий. Раны на штамбе в холодной Руси никогда не заживают. Это яблони, оно должно было зажить. Все по-честному, обрезка на концу. Вот. И вместо этого начинает разрушаться. Это один из моих фотографий, которые когда-то будут войдут в золотую коллекцию и учить студентов. Снижается морозостойкость. Ну неужели не ясно, что снижается? Неужели это еще объяснять надо? А вы вспомните, когда человеку нужно чем-то заполнить сайт идиотизм. И он рассказывает, ему задают вопрос, что он отвечает? Вспоминайте. Ежегодная обрезка абрикосов. Увеличивает здоровье и срок жизни. Вот. Страшно. Пятое. Наслабленное дерево нападает ордой листогрязучих, сокососущих, сокососущих тосяком. Вот. Смотрите. Это вы тогда написали, что вы это проверили, что это правда. Это почему они не видят? По галенному штамбу без защиты листьев, шестой пункт, без защиты листьев текут реки дождя, и штамб сгнивает, он не выносит сырости. Любуйтесь. Приветы дерева вообще проклятые из-за этого, но я вам уже повторяться не хочу. Нарушается подземная жизнь червей, насекомых, грибов, бактерий, кормящих дерево. Вот. Я вам потом покажу еще это в несколько идиотских советах. Вот. Вот это все неприкосновенно. Черви, насекомые, грибы, бактерии. И в Наусской институте мы выше смотрели. Если вы когда-то это самое, это самое, станете там параректором, вот. Ну, ректором, конечно, рано в вашем возрасте, но хотя бы, как они зовутся-то там, завлабом, завлабом хотя бы, хотя бы завлабом. Вот. Вы сразу откажетесь от трактора, от плуга, вот. От бараны, от усилия, от всего. Вот. И у вас будет нормально деревья кормиться. Как можно, уничтожив все вот это, они не знают, что это дерево кормит, перепахав все до последних трех. Не знают. По закону, 8 рычага Архимеда, ветровая нагрузка на верхнюю часть ломает деревья или выворачивает корм. Миллионы погибших плодовых деревьев невидимы расходу. Вы понимаете, что любой человек, которого ураган снес все, что он купил в магазине, год, два, три лелеял, чаще нет, ураганы повторяются регулярно. Вот. Ну, пусть пять лет, и все лежит, все лежит, все переломано. Вы же видите эти ураганы. Разве можно верхнюю часть оставлять, а нижнюю вырезать? Вот оно, любую. я вам показал вот один из ураганов, пожалуйста. Это Абакан. Ну, это понятно. Невежество коммунальных служб понятно. Что там говорить? Чего его не ломать-то? Нагрузка вся в верхней части. А вот это вот я опять повторяю, с Академией Кван Мичевином. Это фильм про него. Снимался при его жизни. Ну, вот на хрена было показывать вот это вот. Ведь с тех пор и до сих пор вот этот штамп. Я даже по листам вижу, что это культурное привитое дерево. Потому что обычно так расщепеливается культурное. Ну, даже если дикое, ну, ненормально это. Уже это сразу, вот понимаете, селекция, 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 бестерновые сорта, все должно быть. Потом бах, и все мертвое. Вы вспоминайте, как Мичурин говорил, в десятки лет пропали зря. Десятки лет опыта в экспериментах. Десятки лет это из его книги. Вот этот я еще раз вам покажу. Удачнейший пример, да? Глюкоза. Куда идет? Крону еще куда? Корни. И этого никто не знает. А вот это снимок особый. Я вам его еще не показывал, или показывал, на взгляд, здесь назад. он сделал в моем саду. Великолепнейшее, вкуснейшее яблоко, называется Осенняя полосатая. Урожаи. Ну, сами видите. Я когда-то, как дурак. Эту фотографию 12 лет. То есть, 12 лет назад я ее сделал. 12 лет назад я убил яблоню, когда перед этим отрезал нижние ветки. Но отрезал не 12 лет назад, а получается, 30 лет назад. Понимаете? Будучи дурак дураком, делал все, как в сайтовом хозяйстве нарисован, других тогда литературы у нас не было. Отрезал нижние ветки, вся нагрузка легла наверх. Угробил дерево шемерками. Вот. Это еще тоже из тех, которые войдут в золотую коллекцию нового садоводства. Потому что я, я никогда не стесняюсь и обзываюсь этим дураком. Так. Соседка сдачи подарил, соседке подарил брошюру саженец абрикоса. Так она зажглась. Прочитала брошюру, говорит, он, Железа, так любит деревья. Вот она, любовь. Миллионы любят, уничтожая своими руками. Прочитала брошюру. Я тогда взял, ниже еще поговорим про брошюру, про фильм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова